Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешен. Номер 889. События дня. Откровение 10.6. Времени уже не будет, Ефесянам 5.16, дорожа временем, потому что дни лукавы. Это за 23 мая 2018 года. 1 Коринфянам 7.29.31. Я вам скажу, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Я пишу Сергея Евтушенко. Дорогой Сергей, когда вы мне по житьям помогали, то вы учитывали, что часть житей, 365, уже были выставлены на этом же нашем канале. То есть учитывали. Я об этом говорил и показывал, где уже записаны находятся. Дело в том, что утром сегодня уже пятый ролик загружаю, и только после полной загрузки вылетает надпись, что этот ролик уже есть. Да вас администратор этим занимался. Это только на один век относить. Или везде такие пробелы будут. Это я говорю про век пятый. Четвертым еще не занимался. А вот в первых трех веках встречалось такое же редкое. Поясните, что меня ждет впереди по другим векам. Много ли там будет таких повторов, и как их бы теперь устранить, чтобы зря не жарить компьютер? Насколько вопросов. Потом дальше он будет по порядку, как выходили письма. Слава Христу, Ксения пишет. Вам низкий поклон за труды. Сохраняю все ваши файлы себе и делюсь со знакомыми, которые тоже очень трепетно относятся к материалам. Вот эти, это люди, которые сохранены, я их фамилии не указываю, и на них эти изверги не могут напасть. А они, если узнают фамилию, больше ничем не занимаются, видимо. Ну, то есть, синдром демона. Сам погиб и погублю других. И заливает где кто что сказал. То есть, ну, безбожники. Самые лютые безбожники. Это люди, которые... Ну, не открылась. Сергей Евтушенко это даст ответ. Этому разницы нет. Он сильный. Пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович. Опубликованные ролики я учитывал. Они повториться не могли, так как я их исключил по имену из каталога. Не присваивал им нумерации. И раскрасил в каталоге красным цветом файл ворд. Даже если допустить, что жития где-то повторялись, то сам видеоролик не может быть таким же, какие у вас были ранее опубликованы, по нескольким причинам. Первое. Видеоряд делал я заново, и он не может совпадать со старым. Ну, тут система показывает, что было. Тут я не знаю. Второе. Аудиодорожка обработана, исправлена мной, и со старой не будет никак совпадать. Ни по длительности, ни по качеству звучания. Но оно выказывает, выбросило, все, я качал. Если бы она вначале сказала, что было, а то я закачиваю, закачиваю, а качает не так и быстро. Вдруг в конце этот ролик уже есть у вас. Я думаю, система не может ошибиться. Я на другие перешел нормально, возвращаясь на прежнее, и ничего не получится. Показывает, что этот есть. Тут проблема в чем-то другом. Возможно, временные неполадки в самом Ютубе, и поэтому загрузка сбивается. Сбивается-то на этих роликах. Я иду на другие, другие нормально пропускают. Я отвечаю, нет, это не в Ютубе, потому что пропустив 2-3 ролика, на которые в конце пустой экран и надпись, что это повтор, то дальше-то идет как надо, и ролики загружаются. Если снова к тем же обращаюсь обратно, то при нескольких разных заходах ответ тот же – это повтор. Я полагаю, что повтор система точно выдает. Продолжительность – это главное содержание, может быть. А название тут роли твой не играет. Я те ролики просто выкинул. Потери не так велика. Если бы вы не занялись остальными, то и этих не было бы. Так что слава Богу за все. И вам благодарность. Сергей, Игнатий Тихонович, если можете, как-нибудь пометьте эти ролики в каталоге, который я редактировал. Может, при скачивании или закачке файлов в хранилище возникли ошибки. Я попробую найти их. У меня все жития на компьютере хранятся. Вот этот каталог. В принципе, этого не должно было случиться. Я много раз проверял файл. Но все равно. Лишний раз, как говорится, не лишний. Я отвечаю. Вот это ваше беспокойство. Мне дороже всего. Приятно слышать все это. Но ничего делать, что говорить, и не буду. Там много чего есть. И крохотульки-то никто не заметит. Ну, там жития святых двух не будет. У меня нет ни времени, ни желания все начинать сначала и кого-то загружать. У меня еще осталось загрузить 615 житий. Почти на два года. Ну, в день по одному. Из того, что вы вытянули на экран, уже поставил 156. То есть, оттого вы озвучили 615 плюс 156 – 771. А с уже выставленными ранее, это будет 615 плюс 156 плюс 365 – 1636. В общем-то, почти сошлось. Я весьма вам благодарен. И когда вы приедете в Потеряевку-то, 3 июня 2018 года, отмечаем День деревни. 200 лет от начала жизни поселка и 27 лет от начала восстановления заново. Галина Влеська. Пересылаю вам мое письмо для Никиты. К. Никита К. Это Колесников только. После просмотра последнего собрания, прослушав твое объяснение по вопросу к Лиросу, поняла и твою сторону. Если деревня строится на благочестии православия и в правилах общень четко прописано о недопуске на службы Господней женского пола в облегающих одеждах, так правда твоя. То есть, если бы такие были в облегающих, да нет ничего этого. Никаких. Нету. Покажи, отцу Якиму, исторические фото одеешь православных девочек, дев и женщин, только без эмоций, ласково, спокойно, со смирением. Ну, что показывать, когда все на... Сама же была здесь, молилась. Это не надо ничего. Он прекрасно видит. Какие надети платья там шикарные, рифленые. В ваших общинах есть даже младенца, одетые на службе правильно. Форма, дух бережет. И молись, чтобы Бог коснулся тех, кто приходит на службу обтянутыми. Ну, кого он будет молиться-то? Никого нет. Его трогают только, когда склоняются. Склоняются-то. Он воображает там, где-то что-то было там у него. Тем более, он не скрывает этого, что про наркотиков, сколько лет наркотиками занимался. У меня примеры есть в просторных одеждах, а у кого-то нет жизни. Это мои бабушки, православные христианки. Если захочешь, то в интернете найдешь все про благочестивую одежду для царской русской православной, церкви русской православной. Еще находить. У нас все это есть. Вот на занятии, когда отдельно дети выделены, одеты до самой маленькой, все по форме. И двойные платки, и платья не выше 10 сантиметров от пола. У нас за этим наблюдают. Наблюдатели специально поставлены. Тут ничего нет этого. Его именно склоняются. Как они склонились? У него такая мысль, как у козлов. Видимо, заскочить на него больше ничего тут нет. Его смущают мысли. У женились, и все погасло. Ну, тут ничего нет. Он сунулся. Ну, хромосомы эти подскочили вверх-вниз, и он остановился. Дальше чего? Стоит в коридоре, там, гею, женщине не видно было. Ну, женщины везде есть. Чего, тебя прятать их надо? И говорят, смотрите, чтобы он там девочек не изнасильничал, и кого не убил. Ужасное предупреждение. Есть даже отелье в уральском городе Таур-Руга. У них есть и сайт с таким же названием. Рукоделецы смогут нагло снять выкройки и нашить своим домашним и себе платье, свободное от тела. Ну, это ни к чему ему говоришь, Галина-то Алексеевна. На православных ярмарках Таур-Руга всегда представлено платье широченное всего 3 тысячи... Что тут это? Рублей или ТР, что-то ТР, Р, понятно. Так на всю жизнь и хватит для храма Господня. 3 тысячи платили бы. У всех платье широченное сделано. Ну, нет, это ни к месту. В наше время вернулись на Дальний Восток русские старообрядцы с Латинской Америки и тоже выставляют в НЭД свою жизнь и русское одеяние. Считают, что ты правильно поднял тему-то, но начал несмиренно. Ну, тему-то где-то у себя там на Украине поднимал бы, где в любом храме здесь поднимай в Барнауле, то там проходной двор и в брюках, и как. Ну, у нас-то нет этого. Ну, что поднимать-то? О чём? Учить нас читать Библию? Да, когда ты у всех Библии читаешь, ты там, где они читают, так и форма. Считают, что ты правильно поднял тему. Вот и все пошли за тобой по линии меньшего сопротивления, по грешности нашей общей плоти человеческой. Какого сопротивления? Если бы он сказал, а у нас так было неправильно одето, ну, как везде, везде, 100% в храмах. У нас посторонний никто не зайдёт, вообще нету. Нету. Даже вот здесь вот пришла бабушка, тут она по болезни, Игоря Добунова, и я показал, как тут же Надежда Васильевна юбку вынесла, она одела, она в брюках была, и пошли назад. Исторические моменты в женской православной одежде пока не исчезли со страниц истории. А наша женская тема и среди православных тоже больна феминизацией, то есть женской самостью. То есть женский дух будет сопротивляться. Наша сила в том, что у нас есть друзья. И сохранившаяся история одежды благочестивого одеяния в Церкви, в Церковь Христову, где ни на одной иконе нет женщины в облегающей юбке и блузке, и девочки-мужченицы в просторных одеждах, с любовью Галины Алексеевны «Учитывая нашу некатакомбность и проповедничество, светом пересылаю наставнику ИТЛ. Устоять в скорби – наша задача с Богом». Я отвечаю. Осталось за самым малым делом показать, что где в неприличной одежде в храме, конкретно у нас, на чём якобы и соблазнился отрок. Его ведь не одежда ввела в ступор, а именно поклоны, когда женщины делают земной поклон. Тут совсем не о том речь-то, что вы и говорите. Он к одежде не имеет никакого значения-то. Не должны женщины быть здесь. Рассмотрите все 21 тысячи фото в моём мире, на моей странице, и покажите, где соблазн в одежде. Платье не выше 10 сантиметров от пола. Он на поклонах женщин себя видит, очевидно, как козлы из сада Лаванова, поднимающиеся на коз. Он ведёт речь в одном направлении, чтобы женщин как-то отгородить от его взгляда. Когда они поклоняются до земли, тогда он внутренний взор свой якобы и поднимет сразу к нанебеса. Решение самое простое. Теперь он стоит в притворе и читает устав. Галина Влестка отвечает. Аминь. А мы переведём, как разведчики, тему в правильное русло, не о поклонах и взорах. Никиты Колесникова. А свободные одежды для храма в русло спокойно и рассудительно, и сёстры проявят свою милость к свободному платью. Не к нашим сёстрам-то, опять же говорю. Да и Никите будет урок правильного поведения в общинах. Наказание сей отрок выполнит. Лечит любовь. Она превыше всех благодетелей. Эх, досталась нам изуродовная истерзанная церковь женского рода, родная наша русская церковь. Заботливая наша мать. Не отторгнем её. С терпением и рассуждением будем исправляться. За тридцать километров в трёх часах, в три часа утра моя бабушка, умершая, видно, Наталья, с женщинами, бегала босиком в повседневной одёжке в церковь на праздники. В котомке клали правильную одёжку и сапожки красные спереди на шнуровке. Прошло менее века, и кого мы видим? С асфальта приходят в чём в миру. В том и в храм вываливаются. Нет примеров, либо, как все. Господи помилуй. Каждую службу плачу, взирая на приходящих. Молиться научила меня моя мамочка, и благодарю Бога за всё. Простите, Христа ради. Небольшая ремарка. Помните про фото на природе с выдвинутыми языками и изгибами у берёзки-то? Далее, кто постояльцы у Игоря Дебунова-то? И вот тебе, бабушка Юрия, в день. Клирос. Вот как наши души Бог топорищем пообтёсывает. Так что НК – участник этой связки, но многим усилить бдительность. Бережёного Бог бережёт, мудрость народная. Что же Бог хочет всем этим сказать? Ну, что хочет сказать? Ну, вопрос поставлю, надо ответить, что сказать. Она говорит тут. Один отпустил девчонок. К своим там они были. Да и они мигом там переоделись. Если бы я не выставил в интернет, никто бы не знал. Но они уже выставили. Я оттуда взял и себя с разъяснением дал. Александр Марьясов. Мир Дому Вашему. Благодарю Вас, Игнатий Тихонович. Дорогой мне данный Богом человек. Всегда за простотой строк Ваших стихов я порой мысленно рассуждаю, вижу, как много глубокого заложено там. И видится всё это при применении рассуждения к нашему земному бытию. И понимаешь, что даже и в этом стихе есть случай не единичного происшествия, а куда более значимо для всех нас, кто имеет в себе надежду на спасение. Спаси Христос. Там котик потерялся, мы его искали. Ну, просто я-то написал. Татьяна одна пишет. Игнатий Тихонович, добрый день. С праздником, Святой Троица. Получили посылку от меня. Немного с опозданием, так как Сергей уезжал. Сергей муж, видимо. На Троицу был рукоположен во священнике. Видимо, в прошлом году или когда. Теперь он настоятель Троицкого храма села Константиновка. Спасибо большое, благослови Вас Господь. Ну, вот она говорит про это, а мы это сейчас посмотрим. Про что она говорит. Вот. Тут еще один написал тоже, книги получил Владислав. Вот посмотрим. Вот. Так. Что тут? Файл сохранить. Как? Вот так. Вид. Значит, я не пойму никак. Масштаб. Вот где надо увеличить. Вот, видно, получил книги наш трехтомник. Видно. Там. Это желтенькое, как белое считаем. Белое не нашли нигде. Не считая это недостаток. Трехтомник. Ну, Владислав доволен. Дальше. Вот это Татьяна пишет. Тоже обязаны фотографию выслать. Это у нас договоренность такая. Вот. Это еще бы больше надо. Ну, видимо, не даст. Вот. Увеличить на весь экран. О, а как это так? Не знаю. Это масштаб на весь экран. Вообще нету. Ну, маленько увеличить и все. У меня закрыто тут. Вот они получили. Видимо, она, я ее не знаю, через других пришли. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь. Получили что? Симфонию на житие. Вот синенькое держит. Вот. Держит. Открыли Новый Завет. Трехтомник. Вот тоже открыли. Вот видишь, как она их расставила. А кто-то имеет, попросили Красное Евангелие. А те, которые мы раздаем везде. Ну, вот теперь еще вышла на улицу. Ну, вообще умница. Как нам это приятно. Вот держит новое, это, трех, эти, сказать, Евангелие. И там кто-то ребятишек держит. Да раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать ребятишек. Вот как они выглядят. Даже маленький, пятнадцатый. Вот она, девчушка, усыпилась с крестиками. А вот этот по центру с нашими трехтомниками держит. Вот, ну, вообще, красиво сделали. И домик такой у них стоит здесь. Ох, да, вообще удивительно. Ну, вот получили книги. Вот так мы рады. У нас всегда радость такая. Можем пожалеть недругов наших. Дай им, Господи, такую же радость. Ну, а как она радость, если своего ничего нет, а нападать куда-то, это ничего не дает. Ничего. Вот так. С опозданием. Олеся пишет, шоу. Здравствуйте, уважаемый Игнатий Тихонович. Помогите, пожалуйста, разобраться. Меня сильно волнует вопрос о святом крещении. Я была крещена в пятилетнем возрасте. На дому еще понятно, что крестили меня не полным погружением, а через обливание. Шли годы, в церковь постоянно не ходила, но по прошествии многих лет стала интересоваться духовной жизнью, спасением души. Стала ходить в храм, исповедоваться, прищищать все христовых тайн, считать святых отцов, псалтырь, ездить в паломнические поездки. И вот я познакомилась с православным человеком, который хорошо знает святое Евангелие, считает святых отцов, в особенности древних, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. И вот он сказал, что раз меня не погружали при крещении, а только обливали, значит, я считаюсь некрещеной. Мы стали разговаривать на эту тему со священниками. Они подтвердили, что истинное крещение возможно только через полное погружение. Повторяю, этой женщины я не знаю и никого не знаю, с кем встретились, священников не знаю, но уже идет работа какая-то. Плоды, как я радуюсь, и которые получали, в конце концов, выходят я уже много лет, рассылая везде, а крещение. А почему священник-то надо наставить? Ну, сам некрещеный поп, еще он будет, как у Лескова, некрещеный поп называется. Я не находила себе места, так как хочу спастись. Все вышеперечисленные древние отцы православной церкви подтверждают то, что крещение человека возможно только через полное погружение. И вот я решила креститься полным погружением. Священнику, который дал согласие крестить-то меня по канонам православной церкви, апостольским правилам-то, я все рассказала, что когда меня крестили в пятилетнем возрасте, полного погружения не было. И вот 19 августа 2017 года, в день преображения Господня, в 35-летнем возрасте я крестилась на реке Свияга. Хочу отметить, что священник меня помазал миром. Однако после этого последовали сильные искушения. Возникла неожиданная большая ссора с родителями, в которой они чуть не отреклись от меня. И потом меня стали смущать в интернете видеоролики, в которых огромное число священников утверждает. Крещение через обливание тоже действительно, а креститься только раз ни в коем случае нельзя. Почему? Да они не крещеные. Я называю, пираты захватили корабль. Их слушать никак нельзя. Волки в овечьей шкурах. Говорят, привратно, чтобы за собой увлечь. Деньги, деньги, деньги. Это враги Церкви Божией, враги Христовой. Но как же так? У меня было действительно только одно крещение. Это в августе 2017 года, где я крестилась с полным погружением. Я права. И еще меня стали смущать два момента. Сердце почему-то стало менее чувствительным. И после крещения в 2017 году меня помазали миром. Я настаивала на этом, потому что не помнила, в пятилетнем-то возрасте помазали меня или нет. Подскажите, все это смущение, это уловки сатаны. Простите за столь длинный рассказ, но мне хотелось поподробнее. Заранее благодарю за ответ. Вот это заранее благодарю за ответ, никак не принимаю. Как благодарить, когда я, может, не отвечу? С уважением, Олеся, в крещение Александра. Александра. Город Казань. Конечно, от сатаны это все. Уловки сатаны. Твердо вери, благодари Бога. Плати десятину этому священнику, который крестил тебя. Вот. Чтобы он знал, что мы любим священство. Поздравляю тебя, Александра, бывшая Олеся. Ну и что, свои ресурсы скинул, показал где. Ну, благословен Господь. Вот то, что можно было сегодня показать. И наши ресурсы надо показать. Вот они. Это первое, что у нас мой мир. Вот я в шапке просто без голубя. Тут можно переписываться. Вот почта есть к истине, два собачка Mail.ru. Вот. И потом очень хороший форум. Мне один звонит вчера. У вас так это сделано, вроде плохо. Давайте я вам сделаю. Я специалист. Я говорю, у нас большие специалисты это делали. Очень удобно пользоваться. Я смотрю много форумов иногда. Лучше нашего нету. Нету. Просто мастерски сделано. Легко искать. 1600 тем. Ну, а тут-то что? Тут одинаково все, наверное. Православный видеоканал. Вот. 19 тысяч 615 подписчиков. И 19 миллионов 409 тысяч 782 просмотра. Вот 11 тысяч 100 с лишним роликов наших стоит. Ну, и во свете Библии православный библейский сайт. Я где-то сказал однажды, да может, не однажды уже говорил. Ну, долго я искал узнать. Ну, почему священство противилось переводу Библии на русский язык? Ну, как можно было противиться-то? Вот никак этого понять не могу. Ну, и сколько я не бился. И, наконец, нашел. И нашел. И теперь я взял и опубликовал об этом. Это такой человек был, сказал, что если революция будет, митрополит Филарет. Филарет, но тут не другой, не тот, а там фитеатров, который сказал царю, говорит, если Библия будет переведена на русский язык, как говорят, капец нам. В стране будет революция. Люди поймут, что всю историю мы вели людей совершенно не туда. И сегодня вдруг это меня спрашивает Сергей Козлов. Где? Кто сказал-то это? Мне охота знать. Я ему выдвинул материалы вот какие. Немножко почитаем. Немножко. То, что я нашел, успел, это искать-то трудно. Это все в моих книгах, в открытым оком есть. А это все-таки 33 тома, по 752 страницы. Я утро тут много потратил время. Павский Герасим Петрович, протеерей. Родился в 1787-м, умер в 1863-м, жил 76 лет. Выдающийся русский ученый, филолог, экзегет, переводчик Библии, основоположник русской библейской исторической школы. В 1821-м году ему была присуждена степень доктора. Я не буду считать дальше, а буду протаскивать. Считайте сами. Затормозите и просчитайте, не пожалеете. Его здесь как раз говорится. Про Филарета. Тут и Жуковский за действием, Пушкин, кто говорили, убедил Николая I отстранить Павского от преподавания при дворе. В связи с этим Пушкин писал, Филарет сделал донос на Павского, будто он лютеранин. Павский отставлен от великого князя. Жаль умного и доброго священника. Посветился современников. Наследники и его близкие прощались с Павским со слезами, чтобы воспитанник царских детей не посмотрели ни на что. Ну и вот дальше здесь, считайте, по порядку. Белинский тут писал. Ну что, это очень важное дело-то было. Какую роль сыграл этот Филарет Амфитеатров? Вот он. Вот теперь, говорит, митрополит Киевский Филарет Амфитеатров, известный противник русского перевода Библии, получил анонимный донос, в котором говорилось об опасности нового или нелегального перевода. Автор доноса был, как позднее выяснится, Агафангел Соловьев, являясь сторонником самой идеи перевода. Вот так. Источник соблазна. Считайте все это. Донос Агафангела имел для Павского трагические последствия. В дело включился противник русского перевода, оберпокурор Синода Граф Протасов. Начал следствие. Все его везде выгнали, как от Кураева. Точно так же. Просчитайте. Филарет Амфитеатров сказал это. Интересно, Филарет Амфитеатров писал, что русское наречие не может передать священного писания, со всей той силой и верностью, каким отличается перевод славянский. Он опасался, что народ, получив русскую Библию, охладеет храмом. Подчеркивал иностранное происхождение идеи перевода и видел здесь опасную политическую подоплеку. Трудности пресчения славянской Библии, по его мнению, могут быть преодолены усердием считающих и отдельными исправлениями текста. Ну, вот, как все говорят, священники, Юрасов, то есть, ненавидят. Все эти доводы были полностью разбиты митрополитом Филаретом Дроздовым в его докладе. Ну, и дальше с царем все связано было. Сергей парализованно пишет «Спаси Христос». Теперь митрополит Филарет-Ампитеатр писал, что русская на речи вот так. Интересно на это отвечал Филарет Дроздов до 21 июля 1857 года. Он, в частности, отметил, что восстание против министра духовных дел Голицына и против библейского общества и перевода священных книг образовали люди, вводимые личными выгодами, которые, чтобы увлечь за собой других благонамеренных, употребляли не только изысканные и преувеличенные подозрения, но и выдумки и клеветы. Вот как сатана делал, теперь как царь благословил. Просчитайте это, я соберу. Продолжение следует... Да, вот так пришлось всё это показать, рассказать, скинуть. Ну, на сегодня, считай, всё. Во славу Божию! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...